Доброго времени суток, уважаемые товарищи! Вас приветствует младший лейтенант Перпетум Александрович, и мы вместе с вами продолжаем защищать границы СССР от немецко-фашистских захватчиков в игре, которая называется Total Tank Simulator. А ты поставил лайк в поддержку Красной Армии? В общем, мы выиграли уже две битвы, битву под Ржевом, битву под Врянском, но все равно враг смог внедриться в нашу страну и продолжает двигаться к Москве. Следующая битва за Арзел. Это не Орел ведь? Орел ведь находится ниже. Почему? Кто такой Арзел? Кто знает город Арзел? Я не знаю. И еще Можайск. Хорошо, в Орле я был, в Арзеле я не был, в Можайске я не был, поэтому давайте начнем с Арзела. Но сперва я бы хотел изучить какую-нибудь новую технологию. Мне очень нравятся танки, но я думаю, что бомбардировщик Ту-2 явно будет не лишним, да еще и технологические очки останутся. Давайте, давайте разблокируем Ту-2. Офигеть, посмотрите какой красавец. Очень классно выглядит. Также офицер, офицер Евгений Волков требует, чтобы я купил ему офицерскую машину за 3000 баксов. Ну, извини, я даже тебя во время битвы не видел. Обана, тебя можно прокачивать, нифига себе. Женя, прокачать тебе может быть урон или РПМ, который я до сих пор не знаю, что такое. Ну, давайте прокачаем урон. Теперь он будет давать 30% демеджа. Надеюсь, всей армии. Если это так, это очень круто. Ну что, переходим на карту и идем сражаться в Арзел. Стартуем. Там должны мне за победу дать много денег, но он сильнее. По-любому сильнее. Если он уже пробился через некоторые города СССР, значит силы только наращиваются. Для решительного последнего наступления на Москву. Которое мы, разумеется, отовьем. Итак, вот как выглядит поле битвы. У врага есть войско и оно действительно большое. Посмотрите, много танков. Или это не танки? Да, это танки. Легкие танки. Много пехоты, которая почему-то идет впереди танков, а не позади. Это очень странно. И это не обычная пехота. Куда она делась? Это пехота с огнеметами. Вау. А снайперов, стало быть, у меня нету. Да и против техники огнеметы вполне могут оказывать очень-очень неприятное воздействие. Типа они поджигают танк, обливают его горючей смесью. И экипаж, находящийся внутри, переживает не самые лучшие ощущения. Я даже не знаю, что использовать. Может быть, забить врага чисто авиацией. Но у авиации часто заканчивается топливо раньше времени. И, возможно, авиация просто не успеет перебить врага. Ладно, будем думать. По-любому... О, церковь есть, нифига себе. По-любому нам нужно несколько бронеавтомобилей. Они возьмут главный удар на себя, да и стоят они дешево. Бронеавтомобили пойдут в атаку первыми. Хотя на подъезде к пехоте их могут расстрелять танки. Такое не исключено. Пехота, по-любому, нам понадобится. Но она будет, опять же, идти позади техники. И Евгений Волков. Вот он, мой офицер. Он будет идти с пехотой. Поставим его сюда. И дадим ему очень большой отряд из пехотинцев. Очень большой отряд из пехотинцев. Вот его отряд. Евгения Волкова. Такс, и у врага, по-любому, еще есть самолеты. Жесть, Евгений Волков, ты просто обмазываешься пехотой. Я буду одним из этих пехотинцев. Мы пойдем в бой. Такс, еще. Еще пехоты. Далее, я хочу... Блин, игра реально очень выросла в масштабах. Какие-то очень огромные войска приходится создавать. А танки, танки. Я не могу ставить танки. Почему? Эта битва будет без танков? Охренеть. Ну что ж, я могу, конечно, использовать артиллерию, пушки ЗИС-3. Но толку от них вряд ли будет много. Тут вся надежда, короче, на пехоту. Но парочку пушек я все же установлю. Штуки четыре. Ну, а на оставшиеся деньги попробую закупить самолетов. Несколько Ту-2. Так, у врага авиации нету, посмотрите. Я ее не вижу опять. Да, авиации у врага нету. Если не получится победить... Хотя, блин, если не получится победить без танков, то... Я даже и не знаю, что делать. Переиграть-то не будет возможности. Ладно. Несколько Тушек. Несколько Ил-2-шек. Ну и все, денег больше нету. Хватит деньжат только еще на покупку пехоты. Да. Поставлю я пехоту, оставшуюся где-то здесь, наверное, подальше. Да, в общем-то, уже и не поставлю. Деньги закончились. Битва начинается. Не знаю, насколько эффективны именно пушки. Я думаю, что не сильно эффективны. Поэтому я не стал делать акцент на них. Такс. А, я, в принципе, сяду в бронеавтомобиль. Будем находиться на передовой. Посмотрим, как идет битва. По идее, танк в меня попасть не сможет, если я буду быстро двигаться. Я чисто наблюдаю просто за полем сражения. Да. Не повезло. Не повезло. И мы, в общем-то, пока грамем мим немцев. Посмотрите. Вся пехота вражеская была полностью разбита. В бой идут теперь танки. Что будет предпринимать моя пехота против танков, я даже и не знаю. Сможет ли... Смогут ли они хоть что-то сделать? Они расстреливают танки! Реально, пехотинцы могут расстреливать танки? Не всегда у них это получается эффектно, но иногда получается. А, в бой идут гранаты. Видимо, вот эти кругляшки, это как раз-таки гранаты. Хорошо. Еще несколько танков осталось. Наши силы все больше и больше уменьшаются. Больше они не становятся, разумеется. Где авиация? Я не вижу. Оп. Не авиация ли это случайно была? У врага есть зенитки. Посмотрите. Где-то вдали я их не заметил. А они действительно есть. Вот. Стоп. Это же не похоже на... Воздушную зенитку. Это обычная пушка. Странно. Она ведь по-любому не стреляет по самолетам. Куда она стреляет? Чувак. Вот моя авиация. Нет. По самолетам они не стреляют. Все нормально. Поднимемся выше. И посмотрим, что тут происходит. Остался один танк. Ха-ха. Вся моя пехота перебита. У врага один танк и несколько пушек. Ну, если... Да. Он спрятался. Посмотрите. Моя авиация не попадает по нему. А если попадает, то демеджа практически не наносит. Это Panzer III. Средний танк. Если с легкими танками удавалось справляться, то со средним авиация вообще ничего не может. А как же мои Ту-2? Ой-ой-ой. Похоже, у кого-то заканчивается топливо. Как же мои Ту-2? Неужто они не могут сбросить бомбу на пассивную цель, которая не движется? Ну, вроде они летят сюда. Давай-давай-давай. Бэ-бэмс. Красиво. Ха-ха. Победа. Ту-2. Не зря я их прокачал. Если бы не Ту-2, возможно, победы бы и не видать мне. Никогда. Но Ту-2 зарешал. Отлично. Я рад. Выходим. Идем на следующий. Хе-хе. Можайск. Теперь битва за Можайск. Ну, а после всех этих битв будет какой-то дефенсив. Не знаю, что это значит. Ну, и думать об этом не хочу. Мне сейчас главное Можайск. А я до сих пор младший лейтенант. Ну, ладно. Меня устраивает должность. Я вот что думаю. Может быть, стоит нанять снайпера и побегать немного в шкуре снайпера? Сколько стоит снайпер? Сотку. Ну, если деньги останутся, найму снайпера. Пока мне хотелось бы получить какой-нибудь танк. Пиратский танк Т-38. Почему пиратский? Я не знаю. БС-3. Это пушка... Слушайте, она офигенно большая. Длинноствольное орудие. Значит, пулять снаряда, она должна очень далеко. Но я же все-таки приверженец танковой стратегии. ОТ-133. Ну, в общем-то, самый тут мощный это Т-38. У него и ХП много. Но броня слабая. Зато скорость большая. Одноместный танк. Т-70. Имеет скорость меньше. Опять же, один человек внутри. Броня классная, но ХП поменьше. Скорость тоже меньше. А вот ОТ-133. Блин, я не знаю, какой танк взять. Давайте возьмем Т-70, а? Он классно выглядит. Просто мне очень нравится, как он выглядит. Танк-камикадзе. Такс, у него есть основное орудие. Вот оно. Хороший урон имеет против автомобилей, против легкой брони и против ТД брони. Не знаю, что это такое. Также есть машин-ган. Ну, разумеется, он против ребят без брони. По легкой броне. И опять же, без брони бьет неплохо. Камикадзе. Ага. Этот танк взрывается и наносит урон всем в округе. И вот почему он называется Камикадзе. Это плохо. Значит, эти танки должны идти в первой линии, врезаться, вгрызаться в строй врага и там взрываться. Такой у меня план на этот танк. 2000 урона наносится при взрыве. Это жестко. Очень много. Ну ладно, выбор сделан. Может быть еще ЗИС-5. Возьмем. Перевозить пехоту. Почему нет? Авиация недоступна. Противовоздушная оборона нам не нужна. Возьму снайпера. Давно мечтал о снайпере. Да. Активирую снайпера. И может быть очков хватит еще на какой-нибудь. А как раз хватает на грузовик ЗИС-5. Отлично. Вот так выглядит сейчас наша армия. Перед битвой за Можайск. У врага есть танки. У врага есть самолеты. Жестко я к этому готов теперь. К самолетам. Не буду наверное делать много бомбардировщиков. Сделаю много штурмовиков Л-2. Поглядим. Посмотрим. Больше времени вообще тратится на подготовку к сражению. Нежели на само сражение. Что странно. Итак. Охренеть. Сколько у врага авиации. Она реально грозная. Посмотрите. Вот они. Немецкие эскадрильи. Жестяк. Да уж. Мне уже не по себе. А что на земле? На земле есть танки. Их не так много. И все. Даже пехоты я не вижу. Короче. Небольшая танковая бригада. И огромное количество авиации. И знал бы я об этом сразу. Наверное взял бы все-таки противовоздушные какие-то орудия. Ну ладно. Наша авиация тоже неплоха. Я надеюсь. Будет чисто воздушное сражение. Давайте так и сделаем. Ладно. Пора. 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 Танки. Сперва самолеты. Так. Ну вот. Нам нужны наверное яки первые. Потому что как раз таки они и будут сражаться в основном с этими. Самолетами. Раз они созданы для воздушных боев. В первую очередь. Да. Ну давайте. Сколько им их понадобится чтобы победить. Я даже не знаю. Черт. Черт. У меня не останется ни на что другое. Ну давайте. Ил вторых несколько сделаем. Ну а на остаток. На сухой остаток я возьму себе танков. И посмотрим кто победит. У меня есть камикадзе танки. Так мы и сделаем. Мы просто отправим в бой огромный отряд камикадзе. И была не была. Взорвем вражеские ряды. Наших танков даже больше получается чем вражеских похоже. Битва начинается. Черт возьми. Я влезу в один из танков и поеду в бой в первых рядах. Так. Не вижу врага. Если бы танком управлял компьютер. Ооо. Самолеты начинают падать. Не знаю вражеские или мои. Пока вроде враг побеждает. Черт. А где? Во. Во-во-во-во. Вижу противника. Меня даже не продамажили как-то никак. И орудие опять не поднимается. Значит для воздушных боев эти танки бесполезные. Хотя наверняка же были случаи как-то оба-на. У них пехота есть. Я уничтожу их бараки. Это оказывается были бараки. Вот в чем дело. Надо по-любому уничтожить бараки. Я вроде как попадаю. Но если бараки не будут уничтожены. Нас задавит просто безграничное количество пехоты. Я думал это аэродром. А это гребаные бараки. Черт. Я остался один из танков. Отремонтировались немного. Давай, 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 давай. И продолжаем вести огонь по баракам. А как стрелять из пулемета? Елки-палки. Нажимаю двойку. Ах, меня взорвали. Нажимаю двойку, пулемет не переключается. Ладно. Поднимаемся в воздух и смотрим ситуацию здесь. Похоже, вражеская авиация уничтожена. Осталась авиация чисто моя. Возьму под управление самолет и начну... Дамажить бараки. Хотя, стоп, еще есть враги? Блин, а у Яков-то ничего, кроме пулемета-то и нету. Топливо заканчивается. Мне говорят возвращаться на базу, но базы нету. Поэтому я что сделаю? Это полет веры. Бумс. Да, иногда так люди делали. Настоящие герои. Врезались в противника. Как много хп у врага. Мы проигрываем эту битву. Мои яки, пожалуйста, расстреляйте, гребаные. У них еще и танки есть. Все без топлива. Бараки чисто зарешали. Слишком много пехоты они создали. Эти бараки. Прям не знал, что это так жестко. Ладно. А, уже топливо закончилось. Я выжил. Могу стрелять из пулемета, пока жив. По танкам. Минус танк. Отлично. Еще минус танк. Жестко. Вы видели? Я взорвал танк, просто приземлившись. Смотрите, у них полоска увеличивается. Почему она увеличивается? Потому что появляется пехота. Все больше и больше пехоты. Каждые две секунды барак создает пехотинцев. Вся карта заполнена пехотинцами. Да нет, это жестко как-то. Зачем такое делать, игра? Я не знаю. А почему у меня такой возможности нет? Эх, знал бы я, создал все-таки Ту-2М. Отправил бы их сюда. Они бы разбомбили бараки. И все было бы хорошо. Но нет же. Нет же, почему-то я этого не сделал. Мои самолеты уже полностью покинули воздушное пространство. Они все приземлились на землю. И, к сожалению, да. Выжившие пилоты тоже погибнут. Грустно это все на самом-то деле. Очень грустно. Но где же? Где же, где же, где же, где же мои солдаты? Почему проигрыша до сих пор нету? Я не знаю. Смотрите. Весь мир заполнили немцы. У них аппараты для клонирования. Это нечестно. Ладно, друзья, эта битва проиграна. Что тут уже скрывать? Никак ее не выиграть. Слишком быстро заканчивается топливо у самолетов. Если бы можно было строить аэродромы, шансы, возможно, бы и были. Но без аэродромов печаль. На этом мы с вами остановимся. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Это первое поражение. И оно очень больно ударит по мне. До новых встреч. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.